Генеральный спонсор Logitech Смотрите сегодня. Компания Blizzard выпустила новый патч для игры Warcraft 3 TFT. Новые беспроводные мыши для настоящих геймеров. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы научимся делать нестандартные прострелы в Counter-Strike 1.6. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями игры, где сразятся два непримиримых соперника — SK и Fnatic. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В Templars of Twiledge, известнейшей команде по StarCraft Blood War, произошла замена в игровом составе. Известный американский геймер InControl решил перевраться в стан команды Micromedia. В связи с пополнением команды в лице достаточно большого количества новичков, Джеффу все больше не устраивало его роль в команде. Недавно появилась информация о том, что две известные компании, объединив усилия, решили организовать турнир по Call of Duty 4 с внушительным призовым фондом. Турнир пройдет в рамках мероприятия под названием И-33 в городе Ньюбей. Организаторы рассчитывают на аудиторию порядка тысячи геймеров. Для тех, кто еще не знает, недавно в Рунете стартовал проект «Игры на деньги» в киберспорте. На данный момент есть возможность играть на реальные деньги в дисциплине Counter-Strike 1.6 по сети в режиме Deathmatch. Игры ведутся на фраге. Чем больше фрагов, тем больше денег. Blizzard Entertainment готовит новый патч по Warcraft TFT. И главной особенностью его будет интегрированная NoCD-функция, которая даст возможность запускать WC3 без диска, как это уже было успешно сделано в новом патче для StarCraft. В нем заявляется, что разработка обновления закончена. Оно станет доступным для скачивания в самое ближайшее время. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы научимся делать нестандартные прострелы в Counter-Strike. На карте The Dust 2 есть довольно нестандартный прострел из верхней темки. Оттуда можно из АВП прострелить нычку на танцполе. Для этого становимся ровно по линии между маленькими ящиками. Целимся по нижней части кромки левого ящика и отводим прицел влево. Стреляем! С первого раза может, конечно, не получиться, но после должной тренировки вы сможете убивать ничего не подозревающего врага с первого раза. На карте The Nuke, если бомба стоит по дефолту, то, находясь на нижнем пленте, можно прострелить человека, ставящего или разряжающего бомбу. Для этого на нижнем пленте нужно стрелять чуть левее полосы и на уровне линии двух крестов. На карте The Inferno при игре за атаку можно очень легко проверять ковры, не заходя в них. Для этого на втором центре встаем на ящики и откидываем ХЕ через крышу. И начинаем простреливать ничего не подозревающего врага. Мы — школа киберспорта. Учитесь у нас и помните. Тяжело в учении? Легко в бою. Разойдись! Смотрите далее. Эта клавиатура вам понравится своей эргономикой. И, конечно же, сегодня вы станете свидетелями игры, где сразятся два непримиримых соперника — СК и Фнатик. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Asus представила общественности весьма любопытные материнские платы, принадлежащие игровой серии. Среди основных характеристик стоит отметить, что материнские платы базируются на наборе системной логики NVIDIA Enforce 630A, а значит, поддерживают работу с процессорами с разъемом Socket AM2. QuickCam Pro 9000 — веб-камера от Logitech, сертифицированная под high-quality видео от Skype. С оптической системой Carl Zeiss отличается потрясающе четким изображением и точной передачей цветов. 8-мегапиксельные фотоснимки четко схватывают каждую деталь. Технология RightLight 2 улучшает освещение, а ваши близкие чувствуют себя так, будто вы с ними в одной комнате. Система автофокусировки позволяет приближаться и отодвигаться от веб-камеры, активно жестикулировать. При этом совеседник всегда будет оставаться в центре внимания. Компания Microsoft недавно официально анонсировала новые модели компьютерных мышей Wireless Laser Mouse 6000 и 7000. Устройства представляют собой беспроводные манипуляторы, которые используют высокоточную лазерную систему для позиционирования. А технология Intelligent Tracking System обеспечивает плавность и точность движения курсора. Радиус действия 10 метров. Эргономика клавиатуры CyberSnipe уникальна. Все благодаря матовой шершавой поверхности подставки под запястье, благодаря чему руки не скользят и почти стандартному расположению клавиш. Конечно, все зависит от того, какая клавиатура у вас была до этого. Но, скорее всего, на привыкание уйдет минимум времени. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня вам предстоит увидеть игру, где сразятся два непримиримых соперника – ЭСК и ФНАТ. Стоит отметить, что обе команды непосредственно претендуют на попадание в плей-офф. ЭСК Гейминг – наверное, самая известная команда в мире, которая на протяжении долгих лет держала первое место в Швеции и показывала очень хорошие результаты на европейской киберспортивной сцене. Состав команды ФНАТИК Харлей ДСН Орвелл – 20 лет Оскар Арчи Тоджерсон – 19 лет Патрик Форест Линберг – 19 лет Оскар Инс Холм – 21 год Патрик Карн Сеппермон – 22 года ФНАТИК – та команда, которая доказала всей Европе, что не только ЭСК умеют играть в Counter-Strike в Швеции. Матч между этими гигантами будет происходить на карте Дэ ДАС-2. Кнайф-раунд выигрывают ЭСК, но почему-то они решают начать за оборону. С самого начала раунда идет перестрелка с респов, после чего Арчи и Форест делают подсадку у подъезда и холдят. Тем временем остальные ФНАТИКи тихо проходят к Б и после перестрелки выбегают и ставят бомбу. Гет Райт ждет тиммейтов, и после чего они все выбегают через дерево. Идут многочисленные размены, и в результате Гет Райт остается один на один с Арчи. Времени хватает только на Дэфуз, и Арчи спокойно убивает последнего Контра. ФНАТИКи очень уверенно берут раунд за раундом, не оставляя шансов ЭСК. Счет уже 8-0. ЭСК начали изо всех сил стараться, чтобы не проиграть в сухую. Идут многочисленные размены на подходах к А-Пленту. В результате ФНАТИК и ЭСК остаются 2 в 3. Форест и Инс ставят бомбу на Б, но пришедший через дерево Аллен зарешал этот раунд, убив обоих и разрядив бомбу. ФНАТИКи снова перехватили инициативу, взяв еще 2 раунда. Счет 10-1, но ЭСК не сдаются. Роббан и Гет Райт делают по минус 1 на длине. На зигзаге происходит размен. Аллен убивает Арчи, но Карн тотчас же убивает его. Из ФНАТИКов остаются только Форест и Карн, но их без шансов убивает Гет Райт. В ласт раунде первой половины не у всех игроков ЭСК закуп. Роббан удачно аркадит на центре, убивая ничего не подозревающего Инса. Дальше происходят размены, в результате которых ФНАТИК и ЭСК остаются 2 на 2. Первые ставят бомбу на А, но не проходит и 5 секунд, как Тентпол убивает ДСН. А Гет Райт — Фореста. В итоге первая половина заканчивается за счетом 11-4 в пользу ФНАТИКов. Команды меняются сторонами. Теперь ЭСК должны идеально играть за атаку, чтобы выиграть этот матч. В первом раунде ЭСК пытаются сделать развод. Сначала втроем выходят на длину, перестреливаются, имитируя атаку на А, но остается только один Тентпол. Он тихо проходит всю длину, убивает Фореста и, не получая поддержки, умирает от пуль Арчи. А тем временем Уолл и Гет Райт с бомбой бегут на Б, где их уже ждет Робан. Но на своем пути они встречают ДСН, который их убивает. Робан сразу же забирает бомбу обратно, минусуя обидчика, а Аллен убивает Карна на центре. Противники остаются 2 на 2. ЭСК пытаются поставить бомбу на А, но Арчи делает 2 выстрела, которые решают исход этого раунда. Фнатикс снова берут раунд за раундом, не оставляя шансов ЭСК. Общий счет уже 15-4. Им не хватает всего одного раунда до победы, но ЭСК, похоже, не намерен сдаваться. Они делают раш по зигзагу в надежде, что эта тактика им поможет. На выходе с ЗЗ происходит размен Уолл убивает Арчи, но погибает от пуль ДСН. ЭСК занимают Аплент и ставят бомбу, легко пресекая все попытки им помешать. Гэтрайт надежно поддерживает атаку с короткой, убивая сначала Фореста, а потом Инса. ЭСК упорством берут раунд за раундом и доводят счет до 15-9. Фнатикс понимает, что дальше так продолжаться не может и начинают выкладываться по полной. Инс и его напарник откидывают ХЕ в подъезд, убивая Гэтрайта и его тиммейтов, и отбивают очередной раш ЭСК. Дальше идут размены, и в итоге остается один Тент Пол без бомбы против трех игроков Фнатик. И его без шансов убивает Арчи. Таким образом, команда Фнатик берет реванш у своих вечных соперников, выигрывая со счетом 16-9. А также зарабатывает три очка и занимает лидирующее положение в турнирной таблице. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Генеральный спонсор Logitech